эфиру гарри табаха капитана 1 рангу військов морских сил сполучных штатах америки у відставці я перейду на российскую гарри приветствую вас витаю украина витаю обозреватель вижу у вас это солнечная калифорния с нами да на связи флорида маями до сих пор вы еще в майами ну что ж гарри прошлый раз когда вы прилетите сделайте интервью в майами обязательно обязательно гарри вот прошлый раз напомню нашим зрителям когда мы с вами общались вы также были здесь и мы с вами говорили по поводу выборов это было как раз накануне дня главного дня голосования потому что несколько это было дней и вот сейчас мы уже видим что все выборщики назвали следующего президента соединенных штатов но мы же видим что трамп не готова отдавать свою власть как считаете что будет дальше до инаугурации я не знаю что будет до инаугурации он ведет конечно борьбу я надеюсь что все пройдет спокойно и без у нас так традиционно и должна власть передаваться без мирным образом но получается очень нехорошая ситуация потому что 74 миллиона американцев считают что выборы были абсолютно сфальсифицированы абсолютно но никакого сенсу нет используя украинское слово сенс и американское наше совместное дружелюбное слово и конечно очень много людей недовольны но вкратце и вам объяснить как бы сидим мы допустим с товарищем каспарова мы играем в шахматы потом я ухожу в туалет у меня еще один-два хода и шах и мат ему известному человеку который 74 года уже играл в шахматы и обыгрывал всех и был чемпионом мира да но это я про байдена говорю сравниваю и тут я выхожу в туалет он берет одну из моих фигур ворует и я выхожу и говорю подождите это не честно он говорит а ты докажи и не было как не было я была от судья давай вот судья же он смотрит а судья говорит знаешь некрасиво неудобно человек чемпион мира уже так и вы сами как-нибудь там разберитесь и вот это вот сами разберитесь половина стороны говорит одно а половина стороны говорит другое что не могло это быть статистически не могло это быть никогда такого в стране не было чтобы президент набирал когда он переизбирается больше голосов и проигрывал а трамп набрал на 10 а то или 12 миллионов больше голосов что вообще не беспрецедентно больше чем предыдущий раз предыдущие разы да когда человек когда президент выигрывает ахайл и флориду и проигра не не было такого прецедента когда за него больше всего чернокожих и и латинус голосует чем за какого любого другого президента кроме обамы и вот везде байден проигрывает по всей стране он проигрывает не набирает столько голосов сколько трамп до 3 30 утра 4 ноября а только вот в точечных местах даже не в штатах а в точечных городах в точечных районах закрываются голосова пункты голосования и подсчета и к утру в этих точечных местах он вдруг набирает больше голосов чем обама набрал и чем клинтон набирал как такое возможно как вы видите вот изнутри передача власти будет мирно или нет потому что вот мы наш разговор перед этим говорили о том что делает россия в том числе в крыму очень важно для украины да наблюдать за полуостровом но мы же видим что путин уже поздравил байдена с победой хотя он до последнего держался да так сказать путина никто никогда я думаю из мыслящих людей не мог назвать дураком путин что что но не дурак он очень хитрый и очень такой кгбшные ходы у него все просчитаны поэтому да конечно он ждал и поздравил уже в последний момент байдена опять же он это сделал до точности наоборот люди говорят а вот он за трампа нет я считаю что наоборот если бы гитлер в сорок втором году говорил что я за рузвельта то за рузвельта бы никто не голосовал то же самое в америке если путин говорит что он или показывает что он за этого кандидата значит американцы за него голосовать не будут потому что мы анти путинцы мы анти анти российские вот это вот этого поэтому это вся психология как раз в обратную сторону работает но люди вот в лобовую они то что видят то и воспринимают ничего тут уже вот с шариковыми не поделаешь и конечно украина попадает с моей точки зрения в очень плохую ситуацию хотя 70 там или сколько процентов украинцев очень радуются что байден стал президентом хотя при нем у вас отняли как раз изнасиловали и крым и дом война на донбассе началась это при нем это он наложил но обама и он наложил вето на на то чтобы конгресс вам дал летальное оружие это трамп это снял и вот сейчас украина получается очень такой нехороший я считаю ситуации потому что она попадает в этот треугольник россия китай и соединенные штаты америки при байдене конечно с китаем будет совершенно другая позиция и совершенно другое понятие и я считаю чтобы против путина он никаких драконских этих санкций не ведет потому что уже сказали что и северный поток санкции снимут с него и уже сланцева газа нефть пошла вверх в цене все это поднимает с колен мы знаем кого а вот то что начнут санкции снимать с того чтобы вас могли купить олигархи не ваши и не российские а китайские вот это может произойти я не говорю что это произойдет говорю может вот я вижу это опасность в этом что начнут и это мотор сич купить китайцы купят потом еще какие-то главные отрасли потом немножко земли туда-сюда и и вы знаете вы сейчас вот видно что вы глубоко разбираетесь украинской политики да и украинских реалиях да действительно вот завод мотор сич пока что не продают китайцам ну так давайте вот поговорим о геополитике давайте поговорим о геополитике ну вот как бы более общее что ли потому что знаете если мы будем в глубь нам времени просто не хватит извините у нас будет будет как партия в шахматах придется ее переносить по поводу вот того что сейчас складывается в вашингтоне в белом доме да потому что у трампа заявили что не ну как бы они будут до последнего бороться за результаты выборов не получится ли так что пока вот вашингтоне разбираются между по сути двумя президентами до elected избранным президентом и действующим то другой президент путин будет свою игру играть и какую безусловно у нас же уже это сказали что активность российских хакеров вломались наши многие министерства включая министерство экономики чай пентагон сейчас отключил все компьютеры насколько я понимаю потому что идет огромная атака и наши разведывательные органы говорят они исходят из россии помпео наш министр иностранных дел секретарь госдепа уже выступил я таким его злым никогда не видел в сторону россии говорит что перестаньте атаковать наши серверы нашей системы поэтому путин я сказал что он не дурак он на вас напал когда вы были в слабой ситуации и он он на грузию напал когда в грузии была слабая ситуация сейчас он нападает не напрямую а через через хакерство нападает на 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 соединенные штаты америки потому что у нас сейчас идет вот такой раскол раздробление в соединенных штатах ставим три точки мы продолжаем нашу разговор и власне про те как путин дает имя за период до инаугурации президента соединенных штатов про это поговорим а затем продолжаем наш эфир на гадаю знамене звездку гарри табах капитан першого ранга військов морских сил соединенных штатов у видставки гарри вот по поводу игры путин а накануне он дал большую пресс-конференцию пять часов отвечал да мы видели что это все было как бы из-за коронавируса где-то отдаленно путин об этом говорил ну хорошо но он же там много чего сказал и по поводу соединенных штатов и по поводу навального как он называет пациент клиники до в германии то есть он даже его имени не называет и немного о том чтобы что как он видит продолжение отношений между кремлем и вашингтоном так вот как считаете какие горбачев были юристы гарри ну а вот как считаете есть шансы у навального если путин уйдет прийти к власти потому что мы же понимаем что но это если даже навальный или кто-то другой не знаю петров иванов это же не он лично придет к власти это скорее всего его приведут путина тоже привели к власти да но очень часто приводит к власти человека которого думает что можно управлять но вот с путем просчитались не смогли ему управлять а я не знаю может быть его приведут но я не думаю я думаю что все таки кто-то будет из его ближнего окружения может быть даже и дочь может быть даже и еще кто-то потому что на навальном уже такая стоит клеймо что он госдеповец что он америка куплен американцами соросом все что угодно а вот там такой чистый как шойгу или там еще кто-нибудь или его дочь это я вижу да может но там начнется междоусобицы там все эти губернаторы олигархи все они начнут конечно дрожать и сводить счеты с друг другом а вот это конечно имеет опасность потому что опять же путина самое самое плохое что он сделал для россии это то что россияне я думаю большинство не понимает то что он уничтожил все демократические институты вот эти демократические институты которые у вас все время бунтуют вы все время не довольны но они у вас есть поэтому все время идет какая-то там драка а он и все уничтожил и у него нет никакой системы передать власть мирно он нету он уничтожил это этот механизм передачей власти мирно вот если только он поставит лично кого-то самого вот сейчас пока он при жизни а если он склеит ласты и никого не назначит тогда может конечно начаться проблема да тогда башни кремля вот интересно какие устоят а какие падут это это будет историческое на самом деле зрелищем гарри спасибо вам спасибо что вы не забываете меня спасибо вам удачи гарри табах капитан першорангу військов морских сил спущенных штатів у відставки був з нами на звязку ми ж рухаємося далее м м Продолжение следует...